Привет друзья! Регина Дубовицкая, российская знаменитость, телеведущая, основавшая юмористическую передачу Аншлаг. Эта программа помогла простым людям пережить самые тяжелые периоды, годы перестройки, лихие девяностые, поднимала им настроение, внушала оптимизм, веру в себя. Популярность любой передачи во многом зависит от личности ведущего. Аншлаг не стал исключением. Обаятельную Регину Дубовицкую, которая умеет очень тепло общаться со зрителями, запомнили сразу. С легкой руки этой милой приятной женщины, многие начинающие юмористы стали настоящими звездами экрана. Регина Дубовицкая родилась в Шадринске 31 декабря 1948 года. Она была единственным ребенком в семье и иногда очень страдала от этого. Было время, когда малышка просила у своих родителей сестренку или братика. Однако родители так и не решились на такой серьезный шаг. Ее отец и мама работали преподавателями. Профессор Дубовицкий был большим специалистом в области древнерусской литературы. Кроме преподавания, он занимался научными изысканиями, написанием научных трудов. Мама, преподаватель биологии, тоже считалась известным специалистом. В Шадринске родители жили недолго. Их дочка была еще совсем маленькой, когда они переехали в Кишинев, столицу Молдавии. Именно в этом городе прошло все детство Регины. Когда Дубовицкую спрашивают об ее национальности, телеведущая отвечает, что в ней течет гремучая смесь крови многих народов – еврейского, армянского и польского. Все это, безусловно, отразилось на яркой, нестандартной внешности женщины, ее характере и в имени, значение которого – царица. Как только Регина окончила начальную школу, родители переехали в Кострому. Девочка росла очень живой, активной. Она не только хорошо училась, но и с удовольствием посещала кружок детского творчества. В подростковый период она сильно увлекалась написанием статей для школьной стенгазеты. Она работала как настоящий репортер, самостоятельно подыскивала новые темы для освещения. Однажды в старших классах сатирическую заметку написали и про саму Регину, осудив ее платье с декольте и красивую прическу, которую она сделала на новогодний праздник. О том, что их дочь хочет стать журналисткой, родители знали. Но они посоветовали ей поступать на ИНЯС, потому что конкурс на факультет журналистики был очень высоким. Кроме того, на журналистику принимали абитуриентов с двухлетним стажем работы. Все это стало настоящим препятствием для Дубовицкой. Регина отправилась в Пятигорск, поступила на заочное отделение ИНЯЗа. Она окончила вуз, однако диплом преподавателя немецкого языка девушке так и не пригодился. Еще в старших классах отец привел девушку в редакцию Костромской газеты, а потом она точно также с помощью отца попала на местное радио. Здесь Регина поняла, что ее больше привлекает работа на радио. В конце 60-х годов она устраивается на службу в отдел писем Всесоюзного радио. В течение нескольких лет Дубовицкая осваивает все тонкости работы. После этого ее пригласили занять должность младшего редактора программы «С добрым утром». Именно здесь молодая специалистка познакомится со многими будущими артистами аншлага. В те годы подработать на радио приходили ведущие актеры Советского Союза. Здесь платили хорошие деньги, чего нельзя было сказать о театре. Анатолий Попанов, Андрей Миронов, Олег Табаков и многие другие звезды читали на радио рассказы Зощенко, Аверченко. У Регины в то время не было никакого опыта и связей, она не могла приглашать на радио известных артистов. Их давно разобрали опытные ведущие. Но у нее была хорошая хватка и большое желание работать. Она стала разыскивать молодых, малоизвестных, перспективных юмористов. Через некоторое время оказалось, что у этой молоденькой девушки есть настоящий нюх на хороших артистов. Ей удалось отыскать Владимира Винокура, Ефима Шифрина, Михаила Евдокимова. Эти юмористы были молоды, интересны. Они вызывали смех у радиослушателей. Их хотелось слушать снова и снова. Совсем скоро молодая ведущая стала настоящей знаменитостью радиостанции. Ее авторитет среди коллег вырос, Дубовицкую полюбили радиослушатели. Но самой Регине в рамках радио было уже тесно. В самом начале перестройки она решила уйти с радио, где ее карьера складывалась очень удачно. Многие знакомые удивлялись такому повороту ее биографии. Но Регина чувствовала, что телевидение более открыто новым веянием времени. Она поняла, что будущее – за телевидением, и стала работать над созданием собственного масштабного проекта. В этом же году зрители еще раз увидели Регину Дубовицкую на ТВ, она была гостьей передачи Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». Совсем недавно Регина Игоревна очень удивила Бориса Корчевникова, пригласившего ее на передачу «Судьба человека». Выключили электричество, и возможности снимать программу не было в течение двух часов. Дубовицкая могла отправиться пить кофе вместе с работниками телевидения, но она осталась в зале вместе со зрителями. Все это время ведущая рассказывала им интересные истории из своей жизни. Корчевников сделал вывод – эта женщина очень любит людей, и они отвечают ей такой же горячей любовью. Личная жизнь телеведущей сложилась очень благополучно. В этом году они с супругом будут праздновать золотую свадьбу. Регина Игоревна познакомилась со своим избранником Юрием Айвазяном в 17 лет. Они оказались попутчиками, ехали в одном купе. Регине нужно было добраться до Сухуми, где тогда жила ее бабушка. Внучка ехала проведать пожилую женщину. Молодой человек был старше ее на 11 лет, но девушка сразу подумала, что она встретилась со своей судьбой. Замуж будущая звезда экрана вышла в 21 год, ее муж – доктор физико-математических наук. Она считает себя очень счастливой женщиной. Иногда между супругами бывают и ссоры, избежать этого при взрывном характере телеведущей невозможно. Но она очень отходчивый человек и после возникших недоразумений старается сразу же сгладить ситуацию, попросить прощения, если была не права. Супруги воспитали дочь Илону, девушка получила специальность прикладного математика. Видимо, она собиралась пойти по стопам своего отца, однако жизнь распорядилась по-другому. В настоящее время Илона работает на телевидении. Она является ассистентом режиссера «Ашлага». Внучку известной телеведущей тоже зовут Региной. В семье считается, что это имя приносит счастье. 12 лет назад, во время отдыха в Черногории, ведущая попала в аварию. Водитель такси был нетрезвым. В результате артистка оказалась на больничной койке с переломом бедра. Московские доктора были убеждены, что она вряд ли когда-нибудь сможет передвигаться без костылей. Но женщина довольно быстро восстановилась, через 4 месяца она уже смогла выйти на работу. Она очень привязана к своей работе и пока не собирается уходить на отдых. В социальных сетях эту артистку не найти, у нее нет собственного аккаунта. Но посты, посвященные телеведущей, периодически появляются в Инстаграме. На Дубовицкую часто делают пародии участники аншлага, совсем недавно этим занималась группа Next BB. И актриса ничуть не обижается на них за это. Регина Игоревна – увлеченный коллекционер, ей нравится собирать красивую посуду и бутылки. В 2017 году в СМИ писали о тяжелой болезни ведущей, слухи о которой распространились после ее присутствия на похоронах Михаила Задорнова. Внешний вид Регины тогда оставлял желать лучшего. Актриса утверждает, что с ее здоровьем все в порядке. Просто она была сильно расстроена кончиной знаменитого юмориста. Она живет со своей семьей в загородном доме, который расположен недалеко от аэропорта Шереметьево, и чувствует себя вполне здоровой и счастливой женщиной. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok